добрый день на библейский портал x get пришел очередной вопрос правда ли что грех прощается а наказание остается действительно вопрос милосердия божия он крайне актуален и каждый из нас пытается разобраться насколько милосердие божия распространяется широко и вот здесь вспоминаются слова еще ветхого завета в которых через пророка исаев господь говорит что если ваши грехи будут как багряная то я их убилю то есть покаяние действительно может изменить жизнь человека действительно господь может через покаяние простить человеку даже самый тяжелый грех что же такое наказание мы часто воспринимаем наказание как некую месть например когда ребенок ведет себя как-то вызывающе плохо то родители его наказывают и воспринимают это как именно проявление своей силы и проявление своей власти но все-таки корень слова наказание это наказ то есть это не желание отомстить а желание именно исправить ситуацию поэтому когда мы говорим о наказании то наказание это такое положение вещей которое наиболее подходит в данный момент человеку для его исправления когда господь нас наказывает то есть он нам создает такие условия которые наиболее оптимальны для нашего спасения просто мы часто воспринимаем нашу земную жизнь вне контекста спасения вне контекста вечности поэтому нам кажется что вот сегодня мы должны отдыхать и завтра должны отдыхать и послезавтра но это часто приводит только к печальным последствиям потому что человек который не трудится над собой не ведет такую внутреннюю борьбу он наоборот расслабляется и уже становится неспособным противостоять злу в первую очередь внутри себя поэтому конечно когда мы говорим о прощении это значит что мы начинаем новую жизнь вот когда человек совершает таинство крещения это еще называется духовным рождением то есть рождается новый человек а исповедь это второе крещение то есть здесь тоже человек начинает новую жизнь и поэтому получая прощение мы освобождаемся и от тех последствий греха которые он сопровождает об этом важно всегда помнить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео